В аккаунте коллекции у нас всего лишь трое человек в аккаунте, ребята, у нас Deep Data, американская компания, создается в Нью-Йорке, там около 300 человек, около 150 органистов, и то, что я сегодня буду говорить, напрямую относится к разработке для продукции. Первый вопрос к аудитории, кто сталкивался с Big Data? Вопрос, чтобы поднимать Big Data. Просто количество данных, объемов? Нет, не платформа «Подух». Речь сегодня будет идти про проекты. То есть, можно Big Data InvagniaTips, но это будет с УБД, для того, чтобы перабайт. Но, на самом деле, довольно много людей, потому что, на этом принципе, Big Data в Одессе их было меньше. То есть, ну, зал был больше, но количество людей, которые работали с этим, было меньше. В общем, да, плавно перетекая с предыдущего доклада. Скажу, что мне повезло работать в проекте, который является хорошим примером того, чем предыдущий депатчик. У нас все как-то правильно настроено. И цель, зачем был создан тот продукт, на котором я сейчас работаю? Как сделать так, чтобы в Big Data все было более-менее? Потому что это действительно enterprise. Там много людей участвует. Эти продукты, эти проекты длятся годами. Соответственно, сталкиваются люди все с теми же проблемами. Но это такая новая технология. И ее очень сложно, ее сложно еще мейнтейнить. Потому что пластер, где запускается реальная задача, состоит из сотен машин. У вас не может быть дома камерной вармете сотни машин. Никак. Даже если вы очень сильно этого захотите. Кроме того, пока еще не существует каких-то стандартных решений. Их пока мне очень мало. И я начну с самого начала. С какой проблемой мы столкнулись? Мы столкнулись с той проблемой, что Правда, да? Правда. Это очень сложно все мейнтейнить. Потому что задачи запускаются часто... Скажем так, два года назад наши компании запускались в каком-то ручном режиме. Это было, грубо говоря, как Бог на душу положит. То есть мы написали какую-то классную задачу. Она нам нужна. Она должна запускаться раз в час, или раз в день, или раз в неделю. Вот она там бежит. Но очень сложно проследить, что там с ней происходит. Если что-то с ней вдруг произошло. Как мы можем это отследить? Если написали, допустим, у нас есть проект. Он запускается раз в какое-то время. Мы потом написали новую версию проекта. Это как нам остановить старую версию проекта. Убрать. Это все свои. И... Задоплоить новый код. В общем, continuous deployment, continuous integration и все-все-все. И мы предупили эти задачи для платформы Hadoop. Да. Что такое Hadoop workflow? Кто знает? Окей. Hadoop workflow – это набор действий, который нужен в этой application для продукции. Пойди сюда, выполни этот Java-код. Потом пойди сюда, выполни этот Java-код. Потом, не знаю, скопируй этот файл сюда и удавишь на него. Ну, к примеру. В общем, это какой-то набор действий. В минимальном формате какой-то Java application. Запускающийся на класть. И проблема, которая существует сейчас в современном мире заключается в том, что эту штуку очень сложно мейнтейнить. То есть, следить за тем, в каком оно состоянии, перезапускать. Ну, как-то не знаю. Мейнтейн говорит в связи с мыслями. Самое простое, что может быть, это Chrome. Обычный Linux-овый scheduler, который раз в какое-то время выполняет какую-то задачу. Он будет, допустим, стартовать. Вам насыпались какие-то новые бачи. Мы обрабатываем логи. Вообще, технический какой-то бэкграмм там немножко. Компания обрабатывает. То есть, вы когда идете в интернет, и там у вас появляется дагетированная реклама, это потому, что такие компании как Collective существуют. Потому что каждый раз, когда вы посещаете какой-то сайт из состоящего экосистемы, и как миллиарды этих сайтов, создается где-то зависть логов о том, что вы были в этом сайте. И на основании этих логов формируется ваш психологический портрет. Грубо говоря, ваш возраст, ваш круг интересов, все, что можно о вас узнать. И потом, когда какая-то компания говорит, мы хотим продавать айфоны украинцам мужского пола в возрасте до 25-30 лет, мы говорим, окей, это люди с такими-то куки. Мы говорим, какие конкретно айтишники. И, собственно говоря, вам туда покажут эту реклама. Соответственно, это огромная обработка логов. Поэтому я беру Big Data и применяю. У нас сейчас несколько информаций. В общем, к примеру, можно использовать Chrome. То есть мы раз сейчас стартуем задачу, которая запускает наш какой-то workflow, который взял какие-то наши новые логи, которые за час нам насыпались, как-то их обрабатывает, и я посылаю там в какое-то следующее место. Потому что это там цепочка. Но что плохого? С помощью Chrono нам очень сложно перезапустить задачу. Она, допустим, стартовала и по какой-то причине свалилась. Но все-таки нам нужно ее выполнить. С помощью Chrono невозможно. Мы не можем посмотреть на удобный дэшборд и увидеть, что там сейчас существует. Какие задачи сейчас выполняются, какие задачи не выполняются. С помощью Chrono мы не можем задавать какие-то условия доставки. То есть мы только на основе времени не можем задавать задачи. Дальше стартует там каждый час. Мы не можем сказать там, если вот такой-то файл пришел, то тогда стартует. А если вот пришли только вот эти, то ты подожди, пока тот еще придет. Вот такую штуку мы не можем. А можно объем пользователей? Аудитория какая-то? Вся штата, вся Эбоку. Там даже одновременно они... Ни количество пользователей, которые получают доступ к этим данным? А, ну это наши внутренние, да. То есть это... То есть вы для себя что-то там получаете? Есть аудитория, то есть пользователи интернета. Мы получаем этих данных. Мы эти логики выводим. Мы эти логики как-то трансформируем и продаем каким-то компаниям другим. Google мы продаем. Все мы продаем, все мы продаем. Очень много там, ну сотен, наверное, компаний. Нет, для аудитории вот этих пользователей. Ну все садимы на штаты, и все равно. Аааа, да. Очень нам нужна какая-то система, то есть крон нам не подходит, да. И нам нужна какая-то система, которая позволит это делать. Которая позволит мониторить удобно, перезапускать и так далее, так далее, так далее, так далее. Тестировать в идеале. То есть до того, как мы... Мы сейчас еще тестирование не написали для этого, не дописали. А потому что тут уже зачатывали. Но сейчас инструментария для тестирования в ходу круглоу вообще не существует. Я знаю. К сожалению. Да. Существующие решения, которые там... Что люди сейчас делают? Каждая компаниечка ходит со каким-то своим велосипедиком и говорит, вот с этим круглёй-вёздкой. Вот это вот Apache Uzi, это, ну, как-то, де-факто стандарт. Потому что, ну, наверное, наибольшее количество пользователей у этого продукта. Его поставляет Cloudera. Это такая... Такие вангелисты от VidData. Они подключают пакет. CDH, Cloudera, там что-то там. И вот это входит. То есть люди по умолчанию это используют. И мы тоже вот использовали вот эту вот штуковину. Мы считаемся довольно крупной компанией. Компания DigData. Конечно, это не Facebook. Это не Google. Это, ну, существенно меньше. То есть у Facebook и у Google обороты миллиарды, сотни миллиардов. Это, ну, этой компанией там сотни миллионов. Ну, сейчас это меньше. Но всё ещё для DigData это много. Разный, там, получается. Две сотни. Ну, всё такое. Линкитис свою штуку придумал. Эркитис свою штуку придумал. Придумал Spotify. И вот мы сейчас вот делаем что-то своё. Что-то своё, которое базируется на Apache. Ну, в общем, тут несколько слайдов про наших конкурентов. Я не знаю, нужно ли сейчас это говорить. Можем туда вернуть. В общем, Apache Узи, с которым мы работаем. Почему он хороший? Потому что он встроенный в Cloudero. Который предоставляется своим пакетом. Да, вы устанавливаете на кластер Cloudero пакет. И там есть Cloudero Manager. Есть Skill. То есть красивые UI-чики, которые всё вам показывают. Хорошая интеграция со всеми остальными Big Data-продуктами. Хорошая документация, очень хорошая документация. Много там поддержки для всяких штуковин. Вы можете создать task в Java. Вы можете создать task в Hive. Hive — это такой SQL для больших данных. То есть это выглядит как SQL, но на самом деле это будет Java, как я создавал. Эта штука умеет делать хорошую систему безопасности встроенная. Узи — это такой маленький демон, который стартует где-нибудь на какой-то машине в Pasteur. То есть если вам нужно заскейлиться, то Узи ещё не поделать, а просто один из слотов мак-продюсерских занимает под себя. Вот. Но с чем мы столкнулись с Узи, какой был акт Altspeak? Это то, что те правила, по которым описывается, как и когда нужно стартовать процесс, описанный в Узи, это называется координаты. Они... Нет, это всё точно не с этого. Первое, что у нас есть — у нас есть XML. У нас есть XML, в котором описано, что такое workflow. То есть один workflow, есть такой workflow XML, где написано — сделай то, сделай то, сделай то, сделай то. Кроме этого XML, у нас есть другой XML, который называется координатой, который описывается, когда нужно стартовать этот XML. В общем, много XML получается. И это всё очень сложно maintain. То есть, когда у вас три workflow — окей. Но когда у вас 50, 60, 70 workflow — это очень сложно как-то следить за этим. Это команда, там, десяти человек. Кроме этого, эти координаты — штука, которая создает... Координаты — это процесс, который создает вот эти вот workflow. И вот этот процесс, он замечательным образом стоит. То есть, почему-то так было сделано, что если у вас... В общем, процесс остановки старой инсталляции, старого deployment вашего проекта — это очень непростой процесс. И, в общем, вот список из десяти шагов, который должен был сделать программист, ну, то есть, там, не знаю, человек, который деплоит продукт, администратор, когда вот он хочет остановить старую версию проекта и стартовать новую. Во-первых, это десять шагов. Во-вторых, это десять шагов, которые далеко не у каждой, далеко не всегда получаются. То есть, честно, у меня не получалось. И я там, ну, не один такой, который мне этого условно сделан. Вот. Эм... Да. Ну, а из коротких? В общем... Ну... Ну... Ну, допустим... Это... 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 Странички, которые скопировали наши документации. То есть, это был официальный доклад фокопарик, где вот ты, человек, должен вот это сделать. То есть, это... В общем, что мы решили сделать с этим? Мы решили, что УЗИ, он хорош в том месте, где он описывает workflow, в смысле, как последовательность шагов, которую нужно делать на кластере. Но очень плохо для того, чтобы описывать, как, когда эти задачи нужно стартовать, и для того, чтобы следить за их текущим состоянием. Поэтому мы решили оставить УЗИ, как описание, что такое workflow, но написать отдельный продукт, который будет говорить УЗИ, там, стартуй какой-то workflow. УЗИ умеет, так вот, одоварно стартовать workflow, если ему там сообщить. То есть, такая вот... Как бы разделить эту часть. И так вот появился продукт в этой целом. Потому что он configurable, elegance, light-backed, в общем, да. В общем, главная идея — это уйти от XML, потому что XML — это ад. и описывать workflow с помощью какого-то ad hoc языка. В данном случае мы взяли JavaScript и написали какие-то функции, которые пользователь может, вызывая которые, пользователь контигурирует свой workflow. Сейчас я немножко промутаю вперед, покажу, как это сделать. Вот примерно так это все. И описание какого-то workflow. Это вот довольно... Это очень просто сейчас вещь. То есть, это минимально необходимые, даже не все, если на самом деле не необходимые, набор каких-то параметров. Вы как-то именуете ваш workflow? Это не обязательно, насколько количество проекта вам понятно. С какого времени вы хотите его начинать? Как часто? How much schedule? То есть, каждый час. По какому правилу? То есть, последовательно каждый час. Если у вас есть, скажем, возможность запустить задачу за 10 часов сразу, то не нужно это делать. Делайте по одному. За 10 часов, за второй час, за третью. И триггер — это штуковина, которая говорит, какое условие требуется выполнить, при выполнении какого условия, этот workflow будет запущен. В данном случае, hdfs-check-треггер говорит, что если этот файл есть на hdfs, мы стартуем этот workflow. А можно вопрос? Да. А почему основание функций, а вроде как вызвают, то есть, а сколько точек? То есть, это не что-то цель, название функций, то есть, название функций, плюс еще одна функция. То есть, зачем там скобочки? А, это ваша функция, да. Это функция, которая возвращает что-то. Некоторые эти просто... То есть, это не конфигурационный файл, это сразу фактически файл. Это функция, которая вызывает других, да? Смотрите, в данном случае, вы видите, функция hdfs-check-треггер, она принимает какой-то параметры. Просто конкретно этот функций она не принимает параметры. Но идея... Я понимаю, но смысл в том, что эти функции прямо здесь и вызываются, да? Да, да. Они вызываются при... То есть, это все находится в файле workflow.js, который вы пишете, вы написали ваш узливский workflow, вот он здесь. Да, узливский .xml, и создаете javascript файл, в котором все это есть. То есть, это не конфигурационный файл, в принципе? Это конфигурационный файл. Который называется? В основном. Ну, это как это называется? Ну, как грейдл, это же код, грейдл тоже код, он выполняется. Но это конфигурационный файл, грейдл. То есть, да. Что мы допускаем? Вот таким правилом. Это очень просто оказалось, и очень эффективно. Про эффективность сразу... Вот. Да. Кстати. Кстати. С твоего проекта, ну, со старой версии. Правда, криминал немножко. В общем, что было, вот этот проект, где у вас Никита работает, было там полтора года назад. Существует два региона, Нью-Йорк и, по-моему, Лондон и Даллас. На каждом из них существует четыре workflow. Что существует? Для того, чтобы это сделать в мире УЗИ, что нужно было сделать? Значит, нужно было написано 150 строчек-кодов башиста, который создает, генерирует два файла по 200 строчек-кодов, каждый из которых обращается к четырем кабинетам XML, каждый из которых 50 строчек-кода, и каждый из тех кабинетов XML стартует со своего веб-клона XML, каждый из которых 100 строчек-кодов. В общем, в итоге вышло 19 файлов примерно 1750 строчек-кодов. В общем, если после перехода на cels, сейчас есть 4 XML файла и 200 строчек-кода в одном файле JavaScript, то есть у вас всего 5 файлов, и 650 строчек-кодов. То есть стало сильно проще жить. Ну, дальше можно вернуться в том, как это все работает. В общем, у вас есть у вас есть определение workflow в этом JS-файме. Оно создает так называемые слоты. Слот — это я же хочу запустить что, и я хочу запустить когда. То есть на основании вот этой штуковины будут генерированы слоты для того, чтобы состоять из имени workflow, и для каждого часа будет создан слот. Изначально все слоты в статусе wait, то есть ожидают когда же можно будет запуститься. Можно будет запуститься, тогда этот триггер вернет в труд. Триггер, напоминаю, в данном случае в этом примере была проверка файла, ну или так, я говорю, проверка на честное. Вот. После того, как значит целост каждую минуту проверяет свое состояние, обновляется статус все тиггера. После того, как тиггеры вернули труп, выполнившийся, приходит в статус rate. Следующее обновление состояние, они приходят в статус run, что создает user flow. Она называется Apache Uzi и мы запоминаем этот самый workflow id для дебагов, поиска логов, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, все очень хорошо. Вот. Если что-то там зафейлилось, то опять мы можем привести статус wait, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да. Здесь можно были. Вот. Вот здесь. Можно делать очень прикольные штуки. Все очень просто, но благодаря своей красоте очень прикольно. Это функция, которая добавляет email alert, то есть, ну, посылает сообщение всем заинтересованным персонам, если по какой-то причине ваш workflow не выполнился в течение последнего часа. Что мы делаем здесь? Мы говорим, что у нас есть n-триггер, да, то есть сейчас, мы по этому покажем hds-триггер. Какие еще бывают триггеры? Есть success-триггер, который означает true, если какой-то workflow для этого времени был выполнен. Простой условий. Note-триггер тоже понятно. Note-триггер возвращает true, если его, тот триггер, который ему был сообщен, возвращает false. Тоже понятно. Delay-триггер возвращает true, если прошло определенное количество времени для текущего слова. End-триггер возвращает true, если мы ему передали какое-то количество триггеров и все они вернули. То есть, ну, простая логика. И что здесь происходит? У нас есть success-триггер для какого-то важного workflow, есть no-триггер для success-триггера для этого важного workflow. То есть, грубо говоря, этот workflow не выполнился. И прошло определенное количество времени. вся эта штуковина, весь этот триггер такой составной возвращает true наконец-то и выполняется этот workflow. Которое, ну, это какой-то там user workflow, который умеет посылать email. Я понял. Ну, я понял. Вот эти функции, это нужно заполнить справочную функцию, посмотреть с их, если еще что-то. У нас есть документация, у нас очень мало функций. То есть, это все идет через документацию, нет какой-то IDE или конструктора, не хочет. Не, не хочет. Во-первых, все эти функции лежат в файле sales.js. Во-вторых, их там всего штук, ну, не знаю, ну, 20. А попробовали настроить Jenkins? Это условно? Конечно. Конечно. Ох. Ну, что же это? Ну, Jenkins ты не настроишь, допустим, ты не настроишь условия. Ну, ты будешь настроивать Jenkins и запускать раз в час, да. Раз в час тебя будет собирать workflow. А ничего сложнее ты не сделаешь. Ну, вот, допустим, что-то такое, какие-то условия. А это необходимо. Потому что, ну, если это простой workflow, да, ну, не все workflow простые. Есть workflow, которые сложные. Мы ожидаем, что наш customer там пришлет нам, там, не знаю, 20 файлов. И мы хотим действительно запустить процесс, только когда пришло ровно два. Все. Например. А если, допустим, ну, если прошло 3 часа и пришло только 19, ладно, мы запускаем процесс. Другой условий. Как он церковь выполняется? Ну, или только для себя его сделать? Мы его сделали для себя, но вот сегодня он должен стать open source. Или завтра. То есть, сегодня как раз вот тот самый день. Да. Какие у нас есть триггеры, ну, понятно. All of the triggers разрешают. Ну, success trigger, org trigger, not trigger. Ну, в принципе, тут все очень, мне кажется, нет. А почему open source? Ну, это big data. Там все open source. Потому что там зарабатывают на поддержку. Вот как выглядит наш UI. Я не знаю почему, но UI. Ну, вот я показывал там, какие у нас есть решения изначально. Вот только это решение, LinkedIn SBK, имеет более-менее хорошую UI. Но, опять-таки, очень много ограничений. То есть, он меньше функций, чем Uzi. даже в узел, который очень не фичеричный. И все, ну, может стартовать только на основе, там, например, наступил, сейчас и запускаем задачу. Да, точно для зависимости от данных. Ну, там есть, кстати, где-то какой-то UI. Потому что разумеет решение, UI просто нет. Вы можете видеть, вот вы написали какой-то там workflow, и вы можете видеть, в каком он сейчас состоянии. А если ваш workflow, допустим, в интернете, да? И вот он допускается в каждом часе, и где-то там он упал. Вы какого не можете там. А это нам было необходимо. UI, кстати, это очень простой. Сейчас написано, как одна страничка, в сервере, который генерирует Java и HTML. Все очень просто у нас. Вот. Но это вот так получается. Дальше у нас будет, идет скитуляция. Там можно приближать, удалять как-то. Вот. Дальше я буду говорить про следующий шаг. Ну, вопросы, по ходу, задается. Так, если есть еще какие-то вопросы. Сейчас самое время. Окей. Это первая была часть нашего решения. Дальше то, как мы предлагаем осуществить тестирование. Потому что сейчас не существует нормального решения для эффективного депоинта, но это легко организовать, более-менее. Но нет, не существует нормального решения для тестирования. И в чем идея? Идея в том, чтобы на ходу кластере создать какой-то сэндбокс и запустить воркфлоу, не используя не настоящие данные, а за сэндбоксами. Примерно это выглядит все. Сейчас. Вот. То сборклоу, что мы уже видели, то описание. Мы здесь добавляем маленький вызов такой. HDFS 5. Который в режиме обычно не делает ничего. То есть он просто возвращает, что ему передать. А в тестовом режиме это штуковина добавляет какой-то... в данном случае это юзер, имя вашего пользователя, а потом какой-то генерированный случайный рейдовный айдишник. И... На HDFS будет создан... По этому... Как... Эфиксу будет создан ваш сэндбокс. То есть, когда вы соблюете целос в тестовом режиме, то... Он будет... Соответственно, смотреть... За триггер будет влиять данные не из... HDFS прямого пути, а из сэндбоксинга. То же самое здесь. Он будет искать workflow в сэндбоксе, он будет искать входные данные в сэндбоксе и генерировать данные в сэндбоксе. То есть, мы можем взять какой-то workflow, сказать ему, что вот тебе тестовые входные данные, запустить его с помощью тестового режима cells, потом взять у него его выходные данные и сравнить с ожидаемым результатом. То есть, ну, как тестирование в сэндбоксе и работает в нормальном мире. И все это можно сделать на реальном паске. Ну, лучше не делать, но можно. Вот. То есть, получается, продакшн-конфильт и тест лежат в одном... Ну, тебя сразу конфильт в нем, и конфильт для продакшна, и для тестов. Ты имеешь в виду... Ну, вот эти пасы... Да, да, это... То есть, эта штука одновременно на продакшн и работает для тестов. Да, да, да. Просто для теста он будет создавать... В чем проблема? Почему не хорошо запускать это на продакшн-конфильт? Потому что если вдруг где-то ошибиться, просто забыть указать HDFS-пад, то в целом столе есть на настоящий HDFS, и он может что-то где-то запортить внезапно. И это будет проблемой. Вот. Так что это такое. Если нигде ничего не забыть, то все будет работать нормально. Но забыть можно. Поэтому у нас мы используем отдельно тестовый кластер для тестирования, и потом деплоим на продакшн. У нас есть Jenkins, который собирает проект с помощью Gradle, со всеми тестами и так далее. Потом он стартует цело в тестовом режиме, давлювает его на тестовый кластер, и если там все хорошо прошло, он берет и деплоит этот workflow на продакшн-кластер. Вот. Ну, можно целосу сообщать. Тайник JSON — это файлик, где описан ваш кластер просто. Вот туда идти, или вот туда идти. Какой кластер он будет использоваться. В общем, как у нас все происходит, мы делаем commit, Jenkins собирает, сообщает GitHub. Происходит какой-то... А, это Dota. Дотов мы можем сделать. Вот, допустим, тест. У нас появляется еще один JavaScript-файл, test.js, который описывает тест. То есть, один тест-кейс. У нас есть входящие параметры, есть ожидаемые параметры. Input и output. Ну, это пока еще в таком не очень удобном виде, не очень легко удовольствуем. Нужно понимать, почему вот это вызывает, почему так вызывает, мы будем делать это попроще, более понятно, более очевидно. А SCI — это как глупальная переменная ссылка на сервер инфекции? Нет, это просто как JavaScript-оджик, где все функции, касающие SCI. То есть, тестирование. А, естественно, для Salesforce сейчас все лежит в объекте. Salesforce. Salesforce.info. А, откуда? А, откуда? А, откуда? А, откуда? Не помню. Вроде. 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 Как методику. Мне кажется, что если там было что-то прошлое, то они не стали отказываться от их пользы. Да, то есть это то, как мы попытались сделать то, о чем рассказывали на предыдущем докладе, в нашем зоопарке. Потому что до появления Salesforce у нас выделишь на хаос и не разберись. Сейчас все более-менее понятно, что где лежит, откуда приходит, куда уходит и так далее. Это как происходит тестирование? Да, это пример из нашего продакшна. У нас был сложный workflow, надо его протестировать, потому что он часто падает и вообще его спросим. Обычно тут вот так все выглядит пока. К сожалению, не очень так просто, но более-менее понятно. То есть у нас есть, ну, грубо говоря, мы из этой папочки кладем вот сюда, из этой папочки вот сюда. Это все в инбоксе. Создаем хаосовую базу данных каким-то именем. И ожидаем, что, значит, будет, что будет какая-то лица в результате. И для сравнения, я тут, то есть это дальше магия. Мы берем это и конвертируем в JSON. Потом JSON начинает образовывать. И вот потом такой вот текст сравниваем с тем, что у нас было. То есть ожидаем. Пока что эта штука еще не умеет сравнивать таблицы. А что является консерент того, с которым прошел тест? То есть вы сравниваете конечные данные с каким-то таблицом? Golden Sample, да? А кто делает тут? Ну, разработчик. Ну, как писать Unitesc неправильно. Ну, можно. Да, то есть теперь у нас появилось, да, run-test, on-test-тактор. То есть у нас целост выпускать тест, on-test, on-tastic, и приходит подача-тактора. Мы этим не будем говорить. Короче, почему у нас целост крутой? Да, почему у нас крутой? Потому что у нас, у нас кодекс печисти без багов. Он работает больше всего года. Весь подача на нем. У нас был один мелкий баг. В нем очень... Что? Все вообще не будет. Класс или нет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, если на пластере что-то вдруг работает не так, все быстро это замечают. Потому что это, ну, большие деньги в этом куплю. И он очень маленький. Там сейчас может быть больше уже. На момент цельной презентации, это майская презентация, было 1.6, сейчас может быть 1.8 тысяч строк-кодов. То есть, если вот надо пойти посмотреть, понять, как она работает, зачем и почему, это очень легко сделать. Мы очень много вкладывали для разработки в качество. И, да, конечно, под этим всем лишь УЗИ, у которого 100 тысяч строк-кодов, но у УЗИ есть хорошая документация, огромная комьюнити, и, в общем-то, его более-менее сапожны. В будущем мы бы хотели от УЗИ отказаться, как-то вот, отъехать от него, как от средства запуска консульсов. Что круто еще про от SELOS, то что у нас ребята-дебоксы в Индии хотели его поднять, мы им дали просто ссылку на реквизитарий, и они смогли его поднять, не спрашивая нас ни одного вопроса. Не задавали ни одного вопроса. То есть, вопрос по инструкции, сделать то, сделать то, сделать то, достаточно просто. Даже для не... Вот они наняли Аксорстров в Украине, и на ней так далее. Вот заплатили чуть-чуть. Да, это точнее у меня плохо. Да, у нас с UI ты не можешь видеть логи. То есть, ты... Да, ты должен... Нормально делать уже. А? Сейчас, да? Да. То есть, пока, есть один workflow, зависит от другого workflow. То есть, один workflow, его триггер, зависит от другого. То есть, он запускает только, когда тот уже закончился. То есть, у нас цепочка. А вот у нас нет пока что на UI возможности видеть это все. Мы просто знаем, в плане, в плане. В будущем мы хотим, чтобы это было видно. Ну, я не видел Дженкельса, но я имею в виду, что... График аккурат, такая рисунка. Да, рисунок, что красиво. Стрелочка. Там есть стрелочка. Я просто понял, что там... Дженкельс? Да. Вопрос такой. А почему до AHA, если это... Ну, если целос падает? То есть, сейчас целос это просто java application. Если он падает, он падает. У нас нет... Да. Да. Да, сейчас да. Ну, куда резервирование? Нет, скажем, какого-то кипера, который бы заметил, что в целом целос упал, и вот есть резервный целос и так далее. Но что хорошо, он, если его просто выигрышит, ничего не сломается. Он абсолютно стейкласс. То есть, все выигрышит. Да. Если там запустишь на джо, по-моему, я дурно отдал на эти бака перемещают. Да. Да. Это... Он стартовал УЗИ, все. А. То есть, да. Он взял стейклассы и как раз встречает УЗИ. А УЗИ, он уже как раз таки имел. Вот, да? То есть, он уже... То есть, чисто теоретически, в целом, что он пропустит по локальной тачке, распространавшим классом. Когда мы... Да. Для тестирования вот это локально можно всегда несколько строк можно нажать, он там что-то выплует, что-то выпускает там в Workflow, себе запущает результаты. Так это и работает. Да. Ну, собственно... Да. 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 Да.